Ну что, готовы? Так, прежде чем рассказывать про протокол, нужно знать главные признаки и параметры преступления и правонарушения. Как рассматривается любое правонарушение и преступление? Значит, есть четыре параметра. Это так называемый субъект, второй это объект, третий это субъективная составляющая, это событие, и четвертый это состав. Что это такое? Субъект это тот, кто совершает правонарушение и преступление, то есть сам субъект. Объект это что было совершено, что было сделано, чье право нарушено. Вот именно поэтому вот здесь вот правонарушение 20.6.1, они говорят, что это правонарушение, но непонятно, чье право нарушено. То есть никогда невозможно определить, чье право было нарушено, если человек ходил без маски. Субъект есть, кто находился без маски, а вот объекта нет. Чье право нарушено, вообще непонятно. Конкретного объекта правонарушения нет. Это тоже можно давить. Дальше третье. Событие. Это дата и время. То есть если был субъект и объект, то событие скорее всего возникает. То есть событие, преступление или правонарушение. То есть если есть все признаки совершенного правонарушения и преступления. А дальше так называемый состав. В основном все решения выносятся по правонарушениям и преступлениям. Допустим, ввиду отсутствия события правонарушения. То есть такого вообще не было. Ничем не доказано, нет никаких доказаний, что такое вообще происходило. Было некое предположение, что было нарушено чьё-то право. Это называется событие. В общем, примерно это на человеческий язык приводится так. Субъект это кто? Объект это чьё право было нарушено? Какое действие было совершено? Событие это время и место происшествия. И состав это в принципе, насколько было тяжкое преступление и правонарушение. Было ли оно вообще? Есть ли какие-то доказательства? Это всё находится в составе. То есть когда выносится решение отказать в возбуждении уголовного дела, либо постановление об отказе в возбуждении административного дела, обычно в большинстве случаев 80% это отсутствие состава правонарушения или преступления. Задача каждого следователя, участкового и дознавателя это именно доказать состав. Также в состав событий, по-моему, тоже куда-то вина ещё сюда входит. Не помню куда. События очень легко доказать. То есть фото там, заявление что-то, кто-то пожалуйста, кто-то предположил, было время и место, нарушено право, чьё и это. Ну это легко. А вот самое важное, это состав доказать. В состав что входит? Понятие ущерб, это обычно в преступлениях. То есть кому-то где-то нанесёт тяжкий ущерб, либо здоровью, либо материальный ущерб. И самое главное, это умысел. Мало кто об этом знает. Если вы сможете каким-то образом избежать доказательств того, что вы сделали это умышленно, то состава во всём этом... Да, ну в этом деле, короче, параметров не будет. То есть, скорее всего, будет вынесено постановление об отказе в возбуждении, либо прекращении административного дела, ввиду отсутствия состава правонарушения. Я знал одного, общался с одним, скажем так, в кавычках, хулиганом, который что только не делал, как его только не крутили, по уголовкам, по административкам. Ну административки это уже детский сад. То есть он такие вещи творил, он мне сам рассказывал. То есть он что только не делал, но ничего с ним сделать не могли, потому что не могли доказать прямой умысел. Он говорит, а я случайно это сделал? У меня не было умысла. То есть он каждый раз писал в объяснениях везде и в этих... Всегда говорил и писал в объяснениях, что у меня не было умысла. Он это не специально сделал. Это получилось совершенно случайно. И с ним ничего не могли сделать. Что у тебя вопрос? Пример, да, как в уголовном кодексе он смог избежать и обязать. Ты же рассказывал? Нет, я его примеры рассказывать не буду, иначе он сам себя узнает, и многие его знают. Я расскажу другой пример. Допустим, шел человек... Ну вот, допустим, поступило заявление, что кому-то прокололи шины. Надо найти кто, да, то есть определить субъект, кто проколол шины. То есть какое право нарушено, это имущественное право, то есть причинено ущерб имуществу. Время и место определить легко. Машина стоит на месте, там время определяется, поднимаются видеокамеры. Определяется ущерб, нанесенный шином, там, то есть экспертиза делается, либо оценка, либо чек из магазина. А самое главное, доказать умысел субъекта. Вот он, умысел. Они находят вот этого человека, который проткнул шины, находят орудие там, преступление, нож, там, не знаю, отвертку, что-то. Все, все определяет, есть ущерб, все есть. Умысла нет. Он приходит и говорит, да я, говорит, шел, шел. Что-то достал отвертку из кармана, начал ее рассматривать, подскользнулся. И случайно так упал, что она воткнулась в колесо. Четыре колеса. Четыре колеса. Он карабкался. Долго гулял вокруг машины, четыре раза подскользнулся. Ну, не специально, у меня не было умысла. И все. А это все нужно доказывать. То есть, любой адвокат развалит дело, если не было прямого умысла. Вот это и есть, так же, это, ахиллесово-питакси-система. Если не было умысла... Нет состава. Да, нет состава. Все. Поэтому очень важно доказывать умысел. Вот когда, если вы хотите на кого-то составить, да, сообщение о совершенном преступлении, либо правонарушении. Самое главное, это доказать умысел. То есть, предупредить человека о том, что я вас предупреждаю, вы из этого... Я рассматриваю признаки совершенного правонарушения, либо преступления в ваших действиях. И если вы... Я вас предупреждаю, чтобы вы этого не делали. Если вы еще раз это сделаете, то это будет доказательством прямого умысла ваших действий. Это очень важно. А бывает, что люди сами неоднократно что-то делают. То есть, он тебя распихнул, ты ему говоришь, ты меня не пихай там, это самообразно, предупреждаю, будет составлено сообщение о совершенном преступлении. Он берет еще раз. И ты прям уже пишешь сообщение о совершенном преступлении. Неоднократно, то есть, многократно. Вот одно из условий прямого умысла, это многократность. Многократно нанес ущерб, многократно совершил какие-то действия. То есть, это уже прямой умысел усматривается. А если он еще и сказал, что я тебя сейчас урою за рою или еще что-то, ну, это тоже прямой умысел. Он озвучил, что он собирается сделать. И в итоге сделал это. Это прямой умысел называется. И если он потом будет давить на то, что да я случайно это сделал, нифига. Ты сказал на словах и совершил многократное действие. А еще лучше, если он многократно скажет, многократно это сделает. И многократно совершит попытки это сделать. Все, прямой умысел есть. События есть. Но полицейские в основном всегда выносят постановления об отказе в возбуждении уголовных веков. Вот я столько не писал. Они всегда пишут ввиду отсутствия состава правонавышения. Скорее всего, они, я не знаю, может подсказывают этим с тех, кого объяснение берут с объектов, что не это. Случайно сделал и все. Они просто не хотят этим заниматься либо как-то договариваться, я не знаю. Но самое главное, это именно умысел. Причем прямой умысел. Там есть косвенный, то есть умышленно сделал, но хотел не так сделать, немного по-другому. А получилось вот так. Это вот как раз и есть. Есть такие такие, непредумышленное убийство. То есть вот он сгоряча, в попыхах там, или хотел просто ударить, а получилось так, что убил. Вот у него не было умысла на убийство, и поэтому непредумышленное убийство там намного мягче наказание, чем за умышленное убийство. Там уже это не канает, что у него не было умысла, он все равно убил, совершил тяжкое преступление. А в других правонарушениях там есть умысел. Да, ущерб нанесен, допустим, здоровью, или имущественный ущерб, но он не умышленно это сделал, совершенно случайно. Им удается избежать всяких наказаний. Это я к чему рассказываю? Это к тому, что нужно писать в протоколе. Я распечатал протокол, который мне составили на мою персону 3 февраля 2021 года, в этом году, по статье 19.13. Это ложный вызов экстренных служб. там вы можете почитать формулировку, что было сообщено, что якобы совершен теракт. И когда они это увидели, они подняли кипиш. Они весь город на уши подняли. Как так? В Сургуте говорят о каком-то теракте. Хотя по факту это было простое отключение электричества. Это я не так думаю. А по факту я им доказал. То есть я зашел в статью в эту террористический акт. Не помню статью. 10.17. Что ли? Там четко написано, что террористическим актом считается действие направленное на причинение ущерба имуществу. В том числе на объектах жизнеобеспечения. А там ссылочка. Провалишься в это слово жизнеобеспечения. И там написано. В том числе электрические сети. Я говорю, вот. Все. Все признаки террористического акта. Они. У них это в голове не укладывалось. Никто никогда им не доказывал, что отключение от электричества это именно имеет все признаки террористического акта. И они решили составить сначала административку, потом уголовку. На основании моих объяснений. Административка у них развалилась. Вынесено определение об отказе от возбуждения административного дела. Уголовка у них тоже не прошла. Вынесли отказ от возбуждения уголовного дела. Почему? Потому что я полагаю так, что именно из-за того, что я написал ссылку именно на умысел, что у меня не было умысла сообщить именно о террористическом акте. Я хотел, чтобы была проведена проверка по признакам совершения террористического акта, потому что я усматриваю все признаки действия этих неизвестных лиц, неустановленных, что они совершения именно действия, подпадающие под признаки совершения террористического акта. Статья серьезная, очень серьезная. То есть там весь город на уши встал, и что они только не делали. Но поняли, что если зайти в консультанты, почитайте эту внимательную статью, там прям есть ссылочки такие синенькие, на них проваливаются, и там есть постановление правительства, там Верховного суда, я не помню. И там четко это все расписано. Что такое террористическое, и что под него подпадает. И там четко написано, в том числе, отключение электричества. Там устройства аварий на жизнеобеспечивающих сетях, что ли, как-то так, в том числе электрических. Да, да, да. Да, да, да. Вот. И обратите внимание, что самая главная графа в протоколе, это права. Самое главное, что вы должны написать, что вам не разъяснили права. Протоколы бывают разные. В разных регионах разные протоколы. Вы видите, одностраничный протокол, бывает двухстраничный, на одном листе протокола. Трехстраничный я еще не видел, но, возможно, и такой есть. Поэтому каждый раз, когда вам предлагают расписаться в протоколе, вы должны обязательно с ним ознакомиться полностью, прочитать его. И прежде чем где-то ставить какую-то закорючку или что-то писать, вам нужно полностью прочитать, что написано выше. Подпись, она потому и называется, потому что вы подписываетесь под тем, что выше. Соответственно, вам обычно говорят, там, вон там, где галочки, просто за горючки свои поставь и все. Так делать нельзя, нужно обязательно читать внимательно. И вот там, где вам написано обычно, там, статья 24.5 КПРФ, статья 51 Конституции разъяснены, что вы имеете право не свидетельствовать против себя и своих родственников. И там такая графа, типа, и снизу написано в скобках подпись. То есть, вам предлагают, изначально вам предлагают выбор, один-единственный, поставить свою закорючку. Либо фамилию, собственно, наручную написать. Это именно подпись. Закорючка – это роспись, а, собственно, наручную написанную фамилию – это подпись. Вот. И эти графы, их могут быть несколько. Я видел и две графы. И одна графа здесь, другая на другой странице. Вот в этом протоколе, который я вам дал, эта графа существует только в одном виде и только внизу. И она очень так аккуратно завуалирована, что там вообще непонятно, что надо написать. Но там видно, что стоит галочка и написана подпись. То есть, по идее, нужно просто подпись поставить. Но на самом деле, вы имеете право написать, что вам права не разъяснены. Что такое разъяснение прав? Вам должны зачитать, я не помню, пять или шесть статей КААП, либо по уголовному кодексу тоже там, как минимум, пять или шесть статей. Вам должны полностью их разъяснить. Что такое право? Что такое субъект? Что такое объект? Вообще, на что вы имеете право? На обжалование, на привлечение адвоката, на подачу хода тайс в любой момент. Вам все должны разъяснить. Вам никто никогда, я ни разу не слышу, кому-то когда-то разъяснили полностью права. Даже если вам полностью разъяснят, вот как положено, все полностью, даже зачитают их, даже бумагу дадут прочитать, у вас всегда должен быть стоять миллион вопросов. Что такое ходатайство? Когда я могу привлекать адвоката? Какого адвоката? С каким образованием? И такой вот триллион вопросов, и вам никогда никто их не разъяснит. Полностью ваши права. Надо давить именно на это. Но я, самый лучший вариант, это просто промолчать. Вот вам подсовывай протокол, ты просто сразу пишешь, не разъяснили. Именно в этой графе, ее надо сразу визуально найти. Как только вы написали эту фразу, не разъяснены права. Все. Протокол считается, ну грубо говоря, есть такое выражение, *** протокол. Это о чем говоришь? То есть, если вам не разъяснили ваши права, то нарушили право на защиту. Чтобы защищаться, вам обязаны разъяснить все ваши права. Если вам этого не сделали, значит, вы нарушили право на защиту. Это стопроцентное основание для отмены протокола высшестоящей инстанции. Ну и, во-первых, и в этом суде. Обычно судьи на доработку направляют, либо просто выносят решение об отказе о закрытии производства ввиду отсутствия состава правонарушения. То есть, состав не доказан, потому что нарушено право на защиту. Либо на доработку отправляют. Еще один важный фактор, это уже второй фактор, это исправление. Второй по важности фактор, это исправление. Если вы внимательно читаете протокол, очень внимательно, вам будут всячески препятствовать этому. Будут говорить, что давай быстрее, у нас смена заканчивается. Сейчас новых заключенных привезут. Давай быстрее, иначе не успеешь на обед или не успеем тебе постель выдать. Это бывает только в Екатеринбурге. Смотрите, нет такого. Это я уже говорил об этом. Всячески будут вас торопить. Самый главный момент, это написать вот эту фразу. Дальше, исправление. Обычно все исправления, либо сразу они это делают. Кстати, исправление и искажение. Исправление, это когда вносятся какие-то изменения. Допустим, вот недавно был у человека случай. Он написал в графе, что разъяснили права. Он написал слово нет. Там графа была очень маленькая, примерно вот такая. То есть, текст вот так вот заканчивался. То есть, он вот так вот в графе написал нет. А полицейский его уговорил. Не знаю, почему он так поступил. Но полицейский его уговорил сверху поставить свою какую-то закорючку. Вот так вот. Если присмотреться, то видно. И слово нет, и закорючку сверху написано. Это считается исправлением. Чтобы это исправление было действительным и было принято в суде, тут вообще рядом нужно написать исправленному верить и подпись должна быть. Если такого нет, а судья увидит вот такое, он, скорее всего, завернет протокол, потому что протокол с исправлениями не имеет юридической силы. Бывают такие исправления. Либо сами полицейские допускают их, либо вы по какой-то причине разволновались или еще как-то не так написали, зачеркнули, по-другому написали. Если полицейский этого не увидел и, как говорится, не попросил вас написать исправленному верить и подпись поставить, то это считается исправлением, не подтвержденным вашей подписью. И, кстати, полицейский тоже должен рядом то же самое написать. Вы должны написать, и он написать. Чтобы этот протокол, он получается двухсторонний. Между тем, кто его составил и правонарушителем. Там две подписи обычно бывают. А дальше их заверяют там всякие начальники и так далее. То есть, двухсторонний протокол должен быть заверен двумя подписями. Любое исправление. Исправленному верить, ваша закорючка. Исправленному верить, его уже рукой, тоже его закорючка. Если такие исправления присутствуют, это тоже основание для вообще забракования протокола судьей. Если он вынесет решение, это легко обжалуется высшестоящей инстанцией. То есть, исправление в протоколе недопустимо. То же самое и касается искажений. Бывает так, что пишут, выписывают протоколы на несуществующие персоны. Вы им говорите одни данные, там со слов. Они пишут и допускают там ошибку. Допустим, имя Даниэль. Оно может писаться в разных вариантах. Нет, нет, нет. Там три или четыре разных варианта. Даниэль. Даниэль. Даниэл. Даниэл. Есть такие имена. И вот полицейские просто пишут, как их слышится. Как они привыкли слышать. И пишут, выписывают протокол на несуществующую персону. Да, другие данные персональные совпадают, как бы. Но на самом деле это другая совершенно персона. На это тоже можно указывать. Если таких неточностей, искажений одно, то судья или два, судья может принять это как техническая ошибка, человеческий фактор. И исправленному верить, могут поправить, написать. Но если такие ошибки, их много, штуки три, то это уже тоже однозначное основание для отмены протокола. Потому что трижды ошибиться, это невозможно. Это сделано либо по незнанию, либо умышленно. То есть это можно давить именно тоже опять на умысел. То есть подделка, либо неправильное халатное отношение к должностным обязанностям. Тоже на двойном поводе можно жаловаться. Дальше что? В протоколе есть большая графа, где обычно называется объяснение правонарушителя. В общем, вам дается возможность написать небольшое объяснение. Что туда нужно писать? В этом плане почитайте с нуля КАП. Кодекс административных правонарушений. Там идет статья 1.5, 2.2, 2.3. Там именно идет речь об умысле. Нет, не об умысле, а о вине. То есть полицейский, прежде чем составлять протокол по административным правонарушениям, он обязан выявить, была ли вина. Вина. То есть вина чем доказывается? Прямым умыслом. Опять же, вина это по сути состав. То есть если вы нанесли кому-то ущерб, нарушили что-то право и при этом сделали это умышленно, то ваша вина доказана, по сути. Поэтому вот в этом маленькой графе, где ваше объяснение, надо в первую очередь писать, вина не доказана. Ну и, соответственно, нужно выразить свою волю. Это вот по законам РЭП, вот все правоведы в России, они советуют писать, не согласен. Кстати, некоторые полицейские, вот когда вы пишете, права не разъяснены, надо обязательно вот как-то вот очень близко к тексту написать это. Потому что полицейские любят здесь подписывать букву М. И смысл меняется. Мне разъяснены. Забавные буквы. Да. Хлопка, какая статья? 1.5, 2.2, 2.3. Почитайте самостоятельно. Там говорится про вину, про доказанность вины. То есть они обязаны установить вину. Виноват ли человек в данном правонарушении или нет? Это мы сейчас в основном говорим про маску. Дальше, что нужно указать? Вина не доказана, не согласен. То есть выражаете свою волю. То есть вы опровергаете все. И субъект, и объект, и события, и объект. Мы изучаем эти волны, все в правовести полного серого нет. И состав опровергаете. То есть вы вообще не согласны вообще ни с чем. Можете написать. Не согласен совсем вообще. Ни с персоной, ни со временем, ни с местом. Ну да. Про персону это отдельный вопрос. Это высшая школа. Это потом поговорим. 205-я статья, это теоретический акт. Тем самым вы даете понять, что вы собираетесь оспаривать любое принятое решение. То есть вы выражаете свою волю и даете понять, что вы будете опротестовать, обжаловать любое решение принятое. Если вы не напишите эту фразу, что вы не согласны, то по сути это воспринимается как, что все было доказано, вы совсем согласны, у вас претензий вообще никаких нет, вы промолчали и молчание знак согласия. Вы совсем согласны. Это воспринимается как презумпция виновности по умолчанию. Хотя они обязаны все доказывать. И вам. Они этого естественно не делают, они просто оставляют и все. Но если вы пишете не согласен, тем самым вы даете понять, что все будет обжаловаться. Можете также написать, вот я говорил про умысел, да, пишите. Умысел не доказан. Ущерб никому не причинен. Он ни моральный, ни физический. Вина не доказана, умысел не доказан, вину не признаю. То есть вот это тоже. Ну в принципе это вот не согласен, это все всегда включено. Можете расписать это все. Ну а дальше в зависимости от статьи, которую пытается обменять в протоколе, можно добавлять определенные фразы. Ну допустим по маскам это. На входе никто не предоставил маску согласно 417 постановлению. На входе никто не предлагал маску. Никто ее не предоставил согласно 417 постановлению. Согласно приказу 316 президента РФ маски не обязательно носить. Это тоже можно указать. Ну то есть вы даете понять, что вы подкованы в плане знаний. Вы знаете как выстраивать защиту. Можете написать, что моя маска была испорчена. Я чихнул, она испортилась. Меня был вынужден ее выкинуть. Не успел привезти новую. И тем самым вы доказываете, что у вас умысла ходить без маски не было. Это доказательство. Мотивы. Мотивы ваши. Почему в данном случае вы так себя вели? Более того, по маскам согласно КАФ 28.3 по-моему. КАФ 28.3 это своего рода вот та статья, по которой я вам рассказывал. В Уголовно-процессовальном кодексе есть статья 51 по подведомственности. Кто, какие преступления имеют право, чьи компетенции относятся расследования данных преступлений. То же самое есть КАФ. Статья 28.3. Там сказано, по каким статьям кто имеет право составлять какие протоколы. Так вот, в статье 28.3 четко указано, что по статье 20.6.1 протоколы имеют составлять только силы МЧС, по-моему. А полицейские имеют право только при возникновении чрезвычайной ситуации. То есть, повышенная угроза якобы введена в режим. При этом в режиме имеют право составлять только МЧСники данные протоколы. Но полицейские идут на нарушения и составляют такие протоколы. То есть, на них можно уже писать сообщение о совершенном преступлении, превышение должностных полномочий и самоуправданство. Следственный комитет, они этими статьями занимаются. То есть, полицейские не имеют право составлять протоколы по этой статье. Это тоже можно написать. Но так как графа в протоколе маленькая, я вам уже говорил, можете написать. Разъяснение, предоставленное на отдельных листах, количество страниц, столько листов. И, соответственно, это все можно расписать на отдельном листке. Вот, что еще? У тебя вопрос был, Вячеслав? Зачитать, может? Зачитать. Протоколы в административных правонарушениях вправе составлять. И вот здесь есть как раз. Контроль Ф-20. 18. Должностные лица органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предусмотренных статьей 20.6.1 настоящего кода. Включая должностных лиц, органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации. Вот здесь найди ОМИБД или полиция, слово. Ну, здесь должностные лица органов внутренних дел. Ну, значит, они уже изменили все. Да, изменение было. Изменение когда было? 12 апреля 2020? Нет, это позднее состояние. В общем, я видел видео, я постараюсь найти его, вставить видео. На юриста пытались составить протокол, причем задним числом. То есть его пригласили в опорный пункт участковый. Мне сказали, на вас будет составлен протокол по статье 20.6.1. И он им то же самое рассказывал и доказал. Они говорят, мы все равно на вас составим. Говорят, пожалуйста, составляйте, но я тут же вызываю следственный комитет, пишу сообщение о совершенном преступлении при решении должностных полномочий. Так как у вас нет полномочий вообще составлять данный протокол. Это видео, я думаю, позже вышло, чем 14 апреля 2020 года. Поэтому они сразу... Да, да, да. Он пришел, он выставил камеры и начал это все снимать. Где видео есть об этом. И они просто сказали, мы можем быть свободны. Смотря по каким статьям. Вот там, скорее всего, 206-я, это превышение должностных полномочий. Это следственный комитет занимается в отношении сотрудников полиции. Есть такие, которыми управление собственной безопасностью... То есть, сотрудник на вызов приезжает, да, в любое место? Я не помню, как он там сделал. Нет, следственный комитет не выезжает. Там, скорее всего, он хотел вызвать еще один наряд полиции, чтобы подать сообщение совершенно простудентно. Зафиксировать. Да. Ну, либо там, на месте можно это сделать. Пишется, фиксируется на телефон, все, потом номерку искать за это и отслеживаешь. Материалы дела. Так, умысел. Что еще? 417-я. Еще что-то важное было? Без ущерба. Все вот эти фразы, без оборота на меня, без ущерба, там, UCC, это все потом буду рассказывать. Это, ну, высшая школа, это вот я рассказываю простым зрителям. Как, в любом случае, это вот, любой может это запомнить и применить. А все остальное, там, вот эти, без ущерба, без акцепта, можно написать, сохранять за собой все права, без оборота на меня и мое имущество, UCC, 1.3, 308, без ущерба. Что там еще? Против моей воли, CF by AR, это там, где надо именно за корючку свою поставить. То есть, вот в протоколе я, у меня видно, что я там ни разу нигде не расписался, ни подпись не поставил. Я писал C.F.by AR. Что это означает? Это смотрите видео «Роспись под принуждение». 144, 145, 144, 145. Это что? Это Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которому, вот я же говорю, туристический акт, это статья 205 Уголовного кодекса. То есть, они должны были, по данному сообщению, провести именно уголовно-процессуальную проверку. Они вместо этого решили административный протокол составить. То есть, они прекрасно понимали, что там уголовка развалится, они решили сыграть на административке. То есть, чтобы я просто поставил свои росписи там, и все, и там достаточно вашего согласия. А так как я все прописал, не согласен, умысел не доказан, вина не доказана, ничего не доказано, уголовно-процессуальная проверка не проводилась, и все это я им указал, они поняли, что протокол у них до черной мантии не дойдет. И он не дошел до туда. Я раза три или четыре приходил в этот мировой суд, и каждый раз мне говорили, что материалы еще не поступили. На четвертый раз сказали, что да, материалы поступили, но завернули обратно. То есть, судья даже не рассматривал. Вот такой протокол. И вместо подписи-росписи оставляется именно c.f.byr. И еще важный момент, это вот эти все, вот у меня там, обратите внимание, написано объяснение нарушителя. Вот там, где вот эта строка, где я пишу много, да, она написана объяснение нарушителя. Я слово нарушителя зачеркиваю, то есть, я не признаю себя нарушителем. Плюс еще, это можно трактовать как исправление протоколя. Плюс я еще слово подпись в скобках под каждым прочерком, да, где надо было расписываться, я слово подпись зачеркиваю. Потому что подпись, это буквально означает, что вы подписываетесь под всем, что написано выше. Ну, это из раздела 90, когда вы там, подписался за другого человека. То есть, отвечаешь жизнью за то, что ты ручаешься за него и отвечаешь жизнью за то, что он сделал. Тут смысл такой же, именно подпись. А когда ты зачеркиваешь, и там, я обычно пишу роспись, но тут я не стал писать. Не было времени, меня торопили. В условиях спешки я хотел это все заполнить красной ручкой. Они не дают. Синюю ручку с трудом нашли. Там одна ручка на пятерых участковых была. Поэтому они, мы долго ждали ручку. Горят на работе просто. Ну, да. У них даже там запасные есть. В Кобуре отдельное место есть. Я видел этот. Родион Викторович, он прям, он пишет, пишет. И у него раз, закончилось, он раз, раскрутил, вытащил пасту. У него тут новая. Раз, как это, как. В Кобуре у него эти запасные пасты на фейс. Патроны. Да. Анатолий, на что запасные, зачеркнутые? Где тебе не разъяснили? Это галочка такая. Это вот так вот он галочку поставил. И старайтесь вот эти галочки зачеркивать. Потому что эти галочки, по сути, являются некой закорючкой со стороны участкового. Я обычно, ну, тогда я не сообразил, но сейчас вот я на этой галочке ставлю крестик. Либо ее полностью зачеркиваю и потом только ставлю то, что я хочу. А не будет как исправление считаться? Галочка нет. Галочку не вы поставили. Он ставит галочку там, где должна быть ваша роспись. То есть он уже нарушает. На это тоже можно ссылаться. Галочки для кого ставят? Для недееспособных, кто не соображает, где нужно расписываться. А если вы соображаете, ну, зачем вам эта галочка? Зачем он за вас поставил какую-то закорючку? Любая закорючка считается росписью. Кохломак, жель, детская каляка-маляка. Это роспись тоже. Вот он за вас старается расписаться. То есть он за... А что такое галочка? Галочка это согласие. Вот голосовать кто ходит, выражает свое согласие с помощью галочки. Или крестика. Вот он за вас ставит галочку, что типа вы согласны. А вы еще ему закорючку. Нельзя так делать. Я вот эту галочку зачеркиваю и пишу CFBiR. Все. Тоже важный момент. Правый нижний угол. Обратите внимание. Закрыл я его по вексельному праву. Двоеточие я вон там написал. Тоже очень важный момент. Всем видно, да, там все написано? Я изучал книгу по вексельному праву. Я буквально прочитал две страницы. И там написано, что тот, кто пишет правее всех и ниже всех, тот перехватывает право на требование. То есть обратите внимание. Вот последние две подписи вот этого Стасюка Виктора Владимировича, они появились после того, как он отнес это все в дежурку. То есть они сдают, он там же, я так понял, он мало того, что на меня протокол, на моих прессовных протокол вставлял, так он еще и в дежурке был. То есть утверждал сам за себя вот эти протоколы. Такого не должно быть. Должен стоять высшая стоящая ответственность, которая это все перепроверяет и ставит, ну, там написано, что-то по сведениям РАИ, БД, значится вот это вот они. Они это все проверяют. И вот там еще сверху провел. Он тоже там сам расписался. То есть он сам себя перепроверил. Это тоже нарушение. Обычно там другие расписываются, и я не знаю, почему он так сделал. А даже если они распишутся там, вот эти проверяющие, то ваша правая нижняя вот эта вот роспись, она будет все равно главнее по вексельному праву. И в них этот вексель не пройдет. Я предполагаю, что именно из-за закрытия правого нижнего угла и протокола не дошел до черной мантии. А он сам ничего не сказал по поводу этого? Нет, он ничего не сказал. Я так понял, у него знаний мало, но после того, как он просмотрел видео, он сейчас со мной совершенно по-другому разговаривает. Случай с кого? Виктор Владимирович Тесюк. Тот самый, который 3 февраля, после составления вот этого протокола, повез меня в психушку. Из-за что-то непросто. Они там составили фиктивный документ, по моему мнению, что у меня якобы там целый абзац они написали. Расширенные зрачки, шаткая походка, там, да, неадекватное поведение, что-то там эмоциональное состояние повышенное, там целый абзац написали. Что они обычно пишут, когда к ним привозят к какому-нибудь неадекватному, либо под наркотическими средствами кого-то. Они это все написали, хотя у меня этих признаков не было. У меня есть все доказательства. У меня есть видео до задержания и видео после того, как я вышел из отдела полиции. Я в прямом эфире общался с народом. И там четко видно, что у меня речь внятная. Я соображаю, о чем я говорю. Я помню, о чем я говорю. Я помню все фамилии, с кем я разговаривал, я их называю. Я называю статьи. У меня глаза не бегают туда-сюда. Зрачки не расширены. Все нормально. Хотя они пишут то, что не соответствует действительности. Они составили... Заведомо ложные, да? Да. Я так считаю, что заведомо ложные документы они составили и на основании его повезли меня в психушку. Но я думаю, они его позже сфабриковали. Потому что они рассчитывали меня сдать и все, и чтобы я там пропал навсегда. Но так как в психушке народ меня знает, мы же с себя два дня общались, три года назад. Я позвал врача, который присматривал, за мной. Он вышел вместе с заведующей, я ему пожал руку, разъяснил все. Он говорит, ну что, лечение будешь? Я говорю, нет. Он говорит, ну пиши отказ. И дают мне бланк. Ихни. Я говорю, мне бланк не нужен, давайте это, чистый лист, я дееспособный. Я у них попросил чистый лист, говорю, давайте мне чистый лист и красную ручку. У меня не было ничего с собой, мне все изъяли в отделе полиции. Я не мог никому позвонить, ни с кем не проконсультироваться, мне ничего не было. Все изъяли. Они мне дали чистый лист формата А4, красную ручку, я удивился. И я написал им, я живой мужчина, хозяин меня, Антон, запрещаю любое медицинское вмешательство, запрещаю любые медицинские там, манипуляции, я же не помню, ну в интернете найдете. Вот красным цветом перевернул обратную сторону олончик, поставил крест, закрыл правый нижний угол. Все, когда они это увидели, у них глаза на лоб полезли. Они поняли, что, ну, человек осознанный, и никто ничего не сказал, даже против. Они мне даже копию сняли, выдали. Но оригинал отказались заверить. И саму копию тоже отказались заверить. Но вот это сделали. Слушаю. Всегда с задней стороны страницы являются стороной положения. Нет, нет, я тут не готов ничего комментировать. По вексельному праву я сказал, я две страницы книги прочитал. У меня по вексельному праву мало знаний. Ну, кое-что знаю. Но давать вам знания, по вексельному праву я не готов. Потому что я привык все проверять на практике. Пока не проверю, я это не рассказываю. В протоколе я ничего не делал. Протокол и так не зашел. то есть, возможно, без оборота на меня сработало. Возможно, без акцепта. Потому что я в предыдущих вот где-то в Новоуральске закрытый город я там на велосипеде проехал за ворота, которые находились за территорией закрытого города. они мне вменялись, что я заехал на территорию закрытого города. Так вот, я там также протокол составил и написал без акцепта. Ну, я там уже писал, по-моему, не помню, я там именно оставил такую закорючку, как в паспорте. Ну, и то у них протокол развалился. Ну, не развалился, дошло до суда, пришло сюда, и я по теме живых зашел и с королем Петроной познакомился. То есть там она вынесла решение в видос состава правонарушений. Значит, по маскам что еще можно написать? По маскам 316-й приказ. Изучите самостоятельно, там написано, в каких случаях не имеет права вообще требовать маски носить. Есть исключения. 417-е постановление правительства. Вот там, кстати, в статье 20.6.1 там прямо написано, что когда читаете вот первую часть, там прямо написано не соблюдение правил и слово правил выделено синим. Когда нажимаете на синий вот это правило, вы сразу переходите на это 417-е постановление. Именно оно регламентирует все правила поведения при возникновении там чрезвычайных ситуаций либо введение режима повышенной готовности. И именно в 417-м постановлении ни слова нету про какие-то маски. Там говорится о средствах индивидуальной защиты, так называемой СИЗы. Кто помнит ГОСТ на СИЗ? Никто не помнит? Это реальная микробная. Набери в интернете ГОСТ СИЗ. Согласно этому ГОСТу средствами индивидуальной защиты является респиратор, противогаз и вот такие штуки, которые полностью стеклом закрывают герметично все ваше лицо. Вот это называется СИЗы. Если вам такие СИЗы не выдали, то получается состава правонарушения 20.6.1 нету. Отсутствует. Потому что именно в 417-м постановлении сказано, что вы не обязаны сами там нет таких строк, что вы обязаны сами себе их приобретать. Там сказано наоборот, что те организации и органы, которые требуют от вас ношения масок, точнее СИЗов, правильно говорить СИЗов, если они от вас требуют ношения средств индивидуальной защиты, то они обязаны вам их предоставить. То есть респиратор, противогаз и вот этот не помню как называется в общем но ни слова про маски никто в этом ни в статье 20.6.1 ни в 417-м постановлении на который ссылается эта статья не сказано ни в слово про маски нет такого понятия там маски там есть только СИЗа вот на это тоже можно давить разъяснять пояснять и полицейским и всем вот то есть вот он СИЗы и 417-м постановления ссылка на который идет напрямую со статьи 20.6.1 понятие масок есть к тому же вы можете вот когда он предлагает так называемую маску что нужно фиксировать что на входе вам никто не предложил СИЗы вам предлагали какую-то маску чем маска отличается от СИЗов СИЗы средства индивидуальной защиты они исполняются по ГОСТу а ГОСТ предусматривает индивидуальную герметичную упаковку стерильную и предусматривает сертификат соответствия а если вам предлагают какую-то маску не упакованную не герметичную не стерильную ее вам дают голыми руками либо перчатками которые не только что деньги трогали или еще что-то да какие-то товары это уже признаки не стерильности то есть вы предполагаете что в вашем здоровье может быть причинен ущерб в том числе тяжкий это основание вот для вы их у вас был у вас был умысел предотвратить более тяжкое правонарушение либо преступление в свое это в свое здоровье по своему здоровью да в свое в отношении себя ну и сам термин маска не соответствует да и слово маска вообще не соответствует СИЗУ вот я говорю о прямых любой может открыть консультант провалиться по слову правила перейти на 417 включить поиск и увидеть что там есть только речь о средствах индивидуальной защиты и ни слова про маски ни слова более того можно ссылаться на то что так называемые так называемые губернаторы да без губернатор ну у нас это кто это у нас у нас округ получается округнатор губернатор не является законодательной властью она не имеет права ограничить права и свободы граждан если она и выпускает какие-то распоряжения да ограничивающие права и свободы граждан то они не должны противоречить вышестоящим законам а что там у нас федеральные законы конституционные законы и конституция а если не противоречит то вот эти распоряжения они по сути ничтожны и чтобы не брать на себя ответственность они их просто не подписывают я ни разу не видел ни одного распоряжения именно по маскам я в этом ну у меня много подписчиков больше сейчас вот сколько уже 55 тысяч может даже больше под 60 я всех спрашивал пришлите мне и мне присылали где-то нет печати где-то стоит да какая-то закорючка есть но она черно-белая и она не соответствует какая 19 а вот нашего округнатора я вообще ни разу не видел подпись под таким распоряжением стоит некая круглая печать и все да и мы даже шутили что типа смотри ты видишь подпись губернатора нет не вижу а я вижу вот она вот такая круглая в виде печати ты умеешь так расписываться я говорю нет и я не умею а вот губернатор умеет так расписываться и все верят вот этой вот печати считают что это и есть подпись а подпись классная ГК-19 это только собственноручно написанная фамилия я ни разу не видел чтобы кто-то из губернаторов или глав каких-то районов мэров еще кого-то кто-то поставил собственноручно написанную фамилию они никто на себя ответственность никакую не берут а в ГК-19 именно сказано что гражданин приобретает свои права и обязанности только под своим именем включающим фамилию и при наличии отчества они поэтому и не пишут нигде свою фамилию собственноручно они не берут на себя ответственность они при любых разбирательствах скажут там нет моей подписи там стоит роспись права и обязанности я не приобрела при этом когда поставил за горючку все более того так называемые округнаторы идут на общее исчерение они выпускают распоряжение именно по маскам они такую схему ввели они выпускают распоряжение не подписанное по ГК-19 народ подает жалобу в прокуратуру в течение 30 дней прокуратура проводит проверку на последние 29 дней точнее там 3 дня плюс на 30 дней 3 дня на регистрацию плюс 30 дней на рассмотрение то есть на 32 день губернатор отменяет свое предыдущее распоряжение и тут же выпускает новое а прокуратура выносит решение предмет обжалования отсутствует так как распоряжение было отменено все и так каждый месяц не дает ловкость рук ловкость юридическая вот такую схему они придумали 32 дня и новое распоряжение все просто вызвать полицию на место и составить при ней на нее же прямо извини меня а вот ассигнование чем будет заниматься полиция если у них выбить из-под ног и из-под рук вот эту статью чем они будут заниматься они сейчас только вот этим и занимаются только этим и занимаются раньше у них была любимая статья это 20.1 это мелкое хулиганство то есть это пьянка маты употребление алкогольных продукций не помню это как там распитие напитков в общественных местах но народ перестал пить в общественных местах перестал материться в общественных местах у них стало пусто и у них сейчас самая главная статья это вот это вот все доставлять никого не надо можно составить на месте но они обычно в отдел привозят потому что там есть много способов воздействия на гражданина, торопить его там можно, там создать условия ненаносимые, вплоть до там, вот этого обезьянника, там, еще что-то. Можно все изъять, телефоны, ручки, все, чтобы о человеке никто ничего не знал. Вот они везут в отдел полиции, вставляют этот протокол и все, свободен. Ну, а если он не хочет, то это еще одна любимая статья 19.3. Если он не хочет ехать, невыполнение законных распоряжений сотрудника полиции. 19.3 КАП до 15 суток. 20.1, по-моему, тоже до 15 суток. Вы все слышали инструктаж недавний, это вот, я так предполагаю, это по поводу необычного человека именно было, который в Нижнекамске, как там еще, Елабуга, да, город называется, в Татарстане. После их походов вышел некий, некая аудиозапись в интернете появилась, как кто-то, кого-то, я предполагаю, сотрудники Росгвардии, либо полиции инструктируют, как задерживать блогеров. Говорят, ну, послушайте, там, мне не важно, что они там говорят, вообще без разницы. Да, этот, говорим, что 20.6.1, делаем два предупреждения по 19.3, дальше, вот, любимая статья 19.3, то есть, они выдвигают вам какие-то свои требования, они так говорят, я требую от вас. Вот очень важно, когда к вам сотрудник полиции от вас что-то хочет, надо у него уточнять, это просьба или законное требование. Друзья, граждане, в случае не выполнения требований законных сотрудников полиции вам будет применена, я хочу получить, за то, что я заплатила законные требования от территории Российской Федерации каждый гражданин обязан иметь в связи. Я говорю, я сделаю в ближайшем образе. Ваши требования незаконны. Мои требования законные. Вы прочитайте, вот это что нам обязаны объявить номер закона. Еще раз говорю, вы обязаны номер закона. Я вам не обязан номер закона в интернете читайте. Нет, не обязаны. Обязаны пояснять. Вы обязаны знать законы и исполнять их на территории того государства, в котором вы находитесь. А вот вы обязаны. Вот я вам называю, что вы все нарушаете кодекс административных правонарушений статья 19.3. Вы клятву давали? Это не ваше дело, кому я клятву давал. Как-то не мое. Не ваше. Вы на службе? Вас-то какое это дело касается. Я вам предъявил удостоверение. Нет, не предъявил. Я вам предъявил удостоверение. Присутствует 50 человек. Нет, я не успел прочитать. Я, мне жаль, что вы плохо читаете. Как-то плохо. Пожалуйста, доставить отдел полиции номер 3. В случае, значит, отказа применить физическую снилу. То же самое к этому гражданину. Пожалуйста, доставить. Нет? Долгоисменные личности. Вы задерживайтесь. Что? В течение трех часов будем выяснять личность. Если у меня нет личности. Если нет, значит, будем останавливать вашу личность. Время, значит, мне не нравится подобный документ. Я же почитаю. Пожалуйста, я вам предлагаю заборомольно прийти. Если он говорит просьба, то вы имеете право отказаться от выполнения данной просьбы. Потому что он даже просьбы не имеет права к вам предъявлять. У него не входят должностные полномочия предъявлять какие-то просьбы кому-либо. Уже можно на него жаловаться. А он имеет право только на законное требование, основанное на законе. Если он при этом не называет норму права, вспоминаем, НПА, то это требование является незаконным. Это его личное мнение, основанное на его каких-то личных хотелках. Они вот такие требования, не основанные на НПА, предъявляют, говорят, что они якобы законные, при этом не могут назвать ни один закон, ни одну статью, ни один пункт своей должностной инструкции ничего не разъясняют и говорят, что если вы не вымолкнете мои законные, в кавычках, законные требования, то к вам будет применена физическая сила. Нет, на вас будет составлен протокол по статье 19.3. По закону они обязаны именно по этой статье сделать два предупреждения. Причем они делают одно предупреждение, потом сказано, там они должны дать время на то, чтобы человек осознал и принял меры к предотвращению своих бездействий. То есть он обязан подчиниться, выполнить. Ну, допустим, в сотрудничестве полиции год назад в Сургуте полтора женщин с пляжа потребовали уйти. Причем, по-моему, я не помню, называли, не называли. Короче, они им дали время, погуляли, через пять минут подходят, говорят, мы вам делаем второе предупреждение. Те опять никуда не уходят. Они ждут пять минут, делают второе предупреждение. И вот здесь, после второго предупреждения, они опять должны дать еще одно время, они после второго, там это все, уже идет применение физической силы. То есть первое предупреждение, плюс второе предупреждение, и потом уже применение физической силы. То есть после второго предупреждения, вот на этом этапе, ни в коем случае не сопротивляйтесь и я вот обычно игнорировал этот вот эту как сказать точка невозврата после которой к вам применить физическую силу и просто доставить от полиции применение физической силы может быть может быть устроена провокация почему нельзя переходить эту черту может быть устроена провокация или как-то они могут трактовать или спровоцировать каким-то образом ситуацию когда будет какой-то именно физический конфликт то есть будет какие-то телодвижения прикосновения применение физической силы на невозможно нанесение легкого вреда здоровью то есть это какие-то синяки там садин и так далее неважно там толкнул не так за локоть взялся там поскользнулся и так далее то есть эту черту желательно не пересекать то есть как только не он сделает второе предупреждение все вынужден подчиниться под подвое это под принуждением под ваша ответственность максимум что с вами сделают это попросит пойти в автомобиле и проехать в отдел полиции потом это все придется опять же доказывайте не знаю как через адвокатов либо самостоятельным через прокуратуру что 10 сотрудников полиции были противозаконны они не назвали законы не пояснили не не разъяснили то есть согласно статье 5.7 закона полиции они вам не разъяснили ничего что вы нарушили как нарушили для чего он применяет эту статью вообще какие ваши якобы противоправные действия он решил пресечь вот этим своим якобы законам распоряжения и почему он не не сослался на закон на нормативном праве сейчас по маскам что-то еще быть можно на кассе когда стоишь получается ты товар взял ты уже во собственник ложишь деньгами и получается не те не могут не обслужить там нарушают защите прав потребителей там еще там случае если это произошло в магазине читайте правила торговли всегда ссылайтесь на правила торговли статья 10 там примерно сказано что отказать в обслуживании могут только на основании федерального закона то же самое сказано конституции права права и свободы могут быть ограничены только федеральными законами надо уметь знать то есть подходите к этому стенду информация любом магазине там должны быть правил торговли но обычно они отсутствуют либо на телефоне показывать правил торговли статья 10 там короткие там буквально две строчки написано по оплате это отдельно поговорим это сейчас мозги запутали не надо так делать если не знаешь как как потом это все делать я рассказываю основные принципы которые любой может быть 90 процентов случаях если это вот возьмем то есть пришел магазин тебе начинают вот это все втирать и ты поясняешь это все рассказываешь если происходит беспредел в любом случае сначала включаетесь я рассказывал а потом уже вы представьтесь чего хотите и потом вот это вот все надо рассказывать что давайте перерыв 5 минут потом продолжим нам еще надолго а дальше чё по qr-кодом еще что-то просили кстати по маскам и это касается любого административного протокола если 120.1 119.3 почему они в отдел полиции доставляют и обычно в этот сизо по 20.61 это не арестная статья вас никто не имеет права доставлять в отдел полиции то есть арест при статье 20.61 не предусмотрен ни доставление не задержание не предусмотрено по статье 20.61 об этом тоже надо знать если он предлагает проехать в отдел полиции так и говорите это не арестная статья она не предусмотрен наказание в виде ареста нет необходимости доставлять меня в отдел полиции протокол составляете на месте тут надо опять же разговаривать четыре основания для предъявления паспорта выходите установить личность в четыре основателя что долгого чтобы меня в отдел полиции доставить все равно 4 наставать должно быть они скорее всего скажут у нас есть основание подозревать вас совершение административного правонарушения они уже все это знают поэтому нужно быть готовы соответственно чтобы иметь основание подозревать вас по административному совершению административного правонарушения вы должны все вот эту схему пояснить статья 20.61 ссылается на правила, в которых нету слова маски, есть средства индивидуальной защиты, которые должны быть соответствовать ГОСТу, противогаз, респиратор и вот эта защитная маска с полным экраном, герметичная. Плюс индивидуальная упаковка, герметичность, стерильность, сертификат соответствует. Нету? А тогда какое правонарушение? Состав отсутствует и события само отсутствует? Ну, то есть надо ГОСТу по средствам индивидуальной защиты органов дыхания распечатать. Там просто берешь по пунктам, ни в какой пункт вообще эти маски не вписываются. Там вообще нет ни слова про маски? Нет, там даже если взять вот респираторы, например, если они тебе дают какую-то хрень похожую на респиратор, вот эта хрень никак под эту статью не подойдет. Я ни разу не видел, чтобы кому-то выдали респиратор, противогаз, либо вот эту стекольную защитную герметичную маску, ну, в кавычках. Она как-то там специально называется. Но это не маска, она не так называется. Там именно средство индивидуальной защиты, которое позволяет видеть в полном объеме, то есть вот такое стекло такое. Вот в фильме «Аватар» это вот хорошо показано, вот они надевают такую маску, все видно, полный обзор. Я ни разу не видел, чтобы кому-то предлагали такие средства индивидуальной защиты, ни разу. Обычно предлагают с рук, пальчиками, там, не знаю, уронил на пол, ой, извините, на тебе. Высморкнулся. Да, там, вообще, на тебе вам маска. Это что такое? И они считают, что это маска. Вы мне скажите, вот, медицинская маска, да, они это называют? Есть такое понятие медицинский шприц. Вы когда-нибудь видели, что шприцы медицинские продавали не в индивидуальной упаковке, не герметичной, не стерильной? Потому что это медицинский шприц. А они называют медицинскую маску, постоянно ее трогают руками, деньги, там, еще что-то, без упаковки, вот какую-то тряпочку вам предлагают и говорят, это медицинская маска. Да какая она медицинская? А если шприцы так продавали? Не, 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 не важно, медицинская тоже маска, тут не сказано вообще о масках ничего. Тут респираторы, то есть органы защиты. Ты Ctrl-F нажми и набери слово маска. Учись искать информацию. Пиши маска. А еще лучше. Ты выпуская ролик, ты сам ему подсказываешь, они будут каждую вот эту вот эту... Полу маски. Индивидуально будет... Маски. Есть слово маски. Требования Евразийского союза, то есть сертификат Евразийского союза должен быть обязательно на упаковке. И несколько еще пунктов, ну это надо каждому прочитать. Ну вот о чем я вам говорил, сертификат, соответствие. Вот, маркировка наносимая на упаковку изделий должна содержать. Ну это как бы ладно, мы сейчас с юрической точки зрения. Да, кстати, хорошее замечание. Шприцы пакетами не продают. А медицинские шприцы. А медицинские маски почему-то продают по 100 штук, иногда по 500, иногда по 1000, причем они всегда у них распакованы. Но они синтетические тряпочки масками называют. Ну шприц тоже он не природного происхождения. Из пластика. Другая формулировка, там если вы посмотрите, вот эта упаковка 100 штук, написано гигиенические маски. Они не медицинские. Ну если она гигиеническая, как она может защитить, то есть она создана, чтобы защитить, сохранить уровень вашей гигиены, правильно? Но не сохранить ваше здоровье, то есть не относится к медицине, к вашему здоровью. Ну я вот когда спросила у полицейского, который ко мне приставал с требованием, чтобы я одела эту маску, я говорю, вы хотите, чтобы я одела СИЗ, то есть средства индивидуальных? Ну нет, говорит, просто гигиеническую маску. А зачем? То есть они прекрасно в этом, я его и спросила, говорю, для чего? Он говорит, потому что так нужно. Кому нужно? На ЖД вокзале. Ну видимо им, чтобы мы не чихали на их пол. А у меня есть своя теория по поводу, почему они хотят, чтобы мы все носили маски. Маски нужны, в первую очередь, им самим, чтобы скрывать свои лица. Я так считаю. Я сразу об этом сказал. Потому что если они все ходят в масках, а другие люди без масок, возникает вопрос, а что вы свои лица скрываете? А так они скрывают и всех обязывают скрывать свои лица. Бандитизм не доказан. Чем это удобно? Вот три года назад, когда ко мне в квартиру вламливались, они и удостоверения не показывали, и погон у них не было, они все в гражданке. Они не представлялись ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни звания, ни должность, ни нагрудного знака, ни удостоверения. Ну было, видно лицо. Я их в лицо запомнил всех. Я их встречал, некоторых на улице. Я с ними разговаривал. Не здоровался за руку, но разговаривал. Потому что я их в лицо запомнил. А вот сейчас, если такое произойдет, то они все будут в масках. И хрен ты кого запомнишь. Только глаза можешь запомнить. Все, давайте перерыв пять минут, потом продолжим. Туда и Росгвардия. Нет, большая часть 1 октября была внесена. Туда и Росгвардия еще включили. Ну все равно, я вам говорю, можно так протокол засалить, что ничего у них не получится. Все основано на доброй воле. Все основано на доброй воле. Вот когда вы пишете разъяснены, вы тем самым даете добровольное согласие на то, что вам все разъяснили. И вы с этим согласны. Когда ставите за корючку. А если вы пишете не разъяснены, еще добавляйте не согласен, вина не доказана. Ну нету моего согласия, нет на то моей воли. Вот тут прям пишут под принуждением, нет на то моей воли. Все. Раз не добровольного согласия, ни один вексель не имеет. Нет, а если не с большой буквы. По протоколам я рассказал основные принципы. Так вот я и спрашиваю, если не с большой буквы написать. То если он даже добавит что-то. Ну он также большого буквы М добавит. Ну и что, получится две буквы больших, а одна маленькая. Это уже и соответствие русского языка. Ну вот соображаешь. Вот об этом думайте. Я свои видео как минимум 20 раз пересматриваю. От 3 до 6 раз, когда монтирую. И потом еще сам пересматриваю. Потому что ищу косяки. Где я что-то не так сказал, где в следующий раз он получше рассказать. Ну это уже нормально. Я сам свою информацию прокручиваю. Это же нормальная идея, не с большой буквами написать. Нормально. То есть уже он не сможет. Потому что с двух больших букв... Надо вообще какое-то другое слово это придумать. Написать нет и все. Не разъяснили. Нет. Просто нет слова. Там об этом не входит. Большими прям нет и все. Ну что ты допишешь? Нет. Или разъяснение отсутствовало. Ну что он напишет две буквы А? Не так? Разъяснили. Или что? Нет. Разъяснение отсутствовало. Это квартира. Отсутствовало. Нет. Большими буквами нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok